По мнению российского военного эксперта, Армения хотела наносить удары по соседям беспредельничать и хотеть, чтобы ей за это ничего не было. Как передает Азия Аз со ссылкой на портал Москва-Баку, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко прокомментировал протесты в Армении. Никакого народа Арцаха нет. Не надо рефлексировать. Чтобы они не заявляли, какие ритуальные слова не произносили, какие бы ритуальные танцы с бубнами не исполняли, от этого ничего не поменяется. Бегай, прыгай, кричи, ну и дальше что? Итоги войны уже пересмотреть невозможно. Есть проигравшая Армения, есть победивший Азербайджан, который вел освободительную войну и которая, кстати, была спровоцирована, опять же масштабными армянскими вооруженными провокациями. Армения хотела вести себя как Израиль, наносить удары по соседям, беспредельничать и хотеть, чтобы ей за это ничего не было. Но Армения не Израиль. И за 30 лет карабахский клан не создал армянский Израиль. Так и нечего пытаться себя вести, как Израиль. Израиль действует во многом, опираясь на право силы, на военные победы, на свою политическую, экономическую мощь. Поэтому он может себе позволить то, что не может себе позволить Армения. Что касается защиты наследия в кавычках Армении в Карабахе. Азербайджан всегда и везде защищает наследие других народов. Чего не скажешь об армянской стороне, которая за 30 лет оккупации азербайджанских территорий не оставила в некоторых городах камня на камне. Разрушила и осквернила культурно-религиозные сооружения азербайджанского и других народов. Так что, что здесь говорить. Кстати, Ереван продолжает повторять о возвращении военнопленных. Но в Азербайджане нет никаких армянских военнопленных. Все военнопленные на момент прекращения боевых действий в ноябре 2020 года были возвращены. Лица, которые уже после подписания трехстороннего заявления с оружием в руках были задержаны на территории Азербайджана, их правовой статус – международные террористы. И их судьба – это прежде всего прерогатива азербайджанского правосудия и дальнейшее отбывание срока либо какие-то иные варианты. Это предмет двусторонних переговоров между Азербайджаном и Арменией. Их судьба, по-видимому, будет решаться по мере нормализации отношений между Баку и Ереваном. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.